Всем привет, друзья! Вы с Аленой, и сегодня мы с вами говорим про сайты знакомств, и, собственно говоря, можно ли на таком сайте найти себе пару, и можно ли доверять сайтам знакомств, и кому туда, а кому не туда. Давайте немножко разберемся. Напоминаю, вы на канале с психотерапевтом, будущим еще и нутрициологом, да, но пока только психотерапевтом, и мы с вами здесь говорим о самом главном, о вашей физике, о вашей психике. И, друзья, что я думаю по поводу сайтов знакомств? На моей практике у меня есть не только друзья, которые нашли друг друга на этих сайтах, но есть и, конечно, клиенты, которые нашли друг друга на сайтах знакомств. И так бывает, что человек ищет где-то, но не там. И давайте разберем, кто на сайтах знакомств очень быстро находит себе пару. Во-первых, те люди, которые уже устали искать где угодно, устали искать везде, и приходят на сайт знакомств, серьезный сайт знакомств, который готовы оплатить. И мы помним, есть не серьезные сайты знакомств, где люди просто ищут какое-то времяпровождение, а есть сайты знакомств, на которых вы можете найти свою вторую половинку. Не обязательно быть симпиадий во лбу, не обязательно быть самым-самым-самым интересным, лучшим, красивым, мудрым. Главное четко знать, кого вы хотите и для чего. Сайт знакомств точно может помочь тем людям, которые уже устали искать свою пару где-то вообще, где-то очно. Бывает так, что человек очно не встречает. Но что мы должны знать о сайтах знакомств? Что там совершенно много людей, которые приходят просто провести свое время, развлечься и справить нужду. Особенно нужда справляется хорошо у тех, у кого сильно проседает дофамин и серотонин. Ну и мы понимаем здесь, да, о какой нужде идет речь. Также мы понимаем, что люди, которые приходят туда, в сайт знакомств, они просто обязательно, обязательно, друзья, работают с собой, с внешней, с собой внутренним. То есть я прихожу, у меня уже, грубо говоря, есть запрос. Я хочу выйти замуж за мужчину, который будет лет меня на 7 старше, который будет владеть бизнесом, либо который будет работать каким-то там начальником, да. Я не то, что там ищу себе папу, я ищу старше себя, мудрее себя, успешнее в жизни себя. Для чего? Не для того, чтобы компенсировать себя, а для того, чтобы всегда подтягиваться. И вот с такими запросами приходят в консультацию женщины. Они четко формируют образ, кого они хотят встретить. И бывает, встречают совершенно не того, кого хотелось бы, но хотелось бы где-то в образном мышлении, да. Но этот человек может быть намного лучше, чем она обрисовала. Но помните, для того, чтобы отсеять всякие гэ, вам нужно действительно в голове для себя обрисовать. Ну пусть она, ну пусть там пирожки мне будет готовить, ну пусть она там метр не 80, а метр 70. Что я от нее хочу, какая она там в сексуальной жизни, какая она вообще в быту, какая она в общении. Вот, ну вот для себя нужно немножко сформировать. И смотрите, если идет такая ситуация, которая завязана, просто завязана на понимании того, что вы можете делать, что вы можете создавать, то, соответственно, ну здесь мы уже работаем со всей системой. И плюс, друзья, я бы хотела сказать, что сайт знакомств, вот давайте с вами поиграем немножко, да. Вы сейчас возьмете лист или блокнот и распишите для себя, с какой целью я туда иду. То есть мне нужна жена или мне нужен муж. Как этот человек выглядит, что он делает в жизни. Может он рабочий, может он прораб, а может он владелец какого-то клуба, а может он диджей, а может он плотник. И вы какая-то там, не знаю, богачка, которая имеет три фирмы, но вам не хватает помощника себе. И вы не ищете себе какого-то миллионера, который будет настолько занят, что вы будете встречаться раз в месяц в постели и там говорить, дорогая, я тебя люблю. Ну что-то другое будет происходить, понимаете. И здесь, друзья, очень важно отрисовать, как не только выглядит, но чем он занимается, и представить, какие у вас точки соприкосновения. Это не значит, что если он айтишник, а ты художница, у вас не будет ничего общего. Это значит, что ты обрисовываешь для себя заранее, чем вы можете дополнять друг друга. Именно вот айтишник и художница, кстати, отличная пара. Почему? Потому что на моей практике не всегда люди с одной профессией, с одними интересами дополняли друг друга. У них, наоборот, находились какие-то моменты, которые давали расхождение. Поэтому сайты знакомств, друзья, друзья, это большое дело. Особенно для тех, кто хочет прям искать, прям искать дотошненько и там замуж или жениться. Никогда не поздно. На прошлой неделе консультировала женщину, которой 57 лет, и которая познакомилась и уехала в Европу. И, ну, нашла меня, потому что достаточно сложно жить в другой стране. И хочется иметь психологическую поддержку. И да, вышла замуж. Не знаю, конечно, дети будут, не будут, но 57 лет сейчас в нашей современной реальности, поверьте, возможно, все. И еще предостережение по поводу сайтов знакомств. Не надо домысливать для себя. Я прям сразу влюбилась. Или я сразу влюбился. Я то, я сё. Я немножко степенней, степенней. Мне понравилось, мне интересно с тобой. Мне, у меня вот такие задачи. И не ставить фикс задачу. Я с первого свидания прям женюсь. Прям, ну, может быть и такое. Кто знает, Господь все видит. Друзья, вы на канале с психотерапевтом Аленой. Здесь мы говорим о самом главном. И сегодня в нашей теме сайты знакомств. Подписывайтесь.